Создание палаточного лагеря для нелегалов-мигрантов в Гальяново стало едва ли не самой обсуждаемой новостью последних дней. Федеральная миграционная служба пошла еще дальше и предлагает создать целую сеть спецучреждений, где будут содержаться иностранцы, подлежащие выдворению с территории России. Правда, сам лагерь в Гальяново уже решено ликвидировать в ближайшем будущем. За последние недели мы получили всплеск активности в борьбе с нелегальными мигрантами, и происходило это после ЧП на Матвеевском рынке, где пострадал полицейский. Некоторые наблюдатели связывают эти зачистки с выборами в Москве и области. Так, насколько полезна идея создания таких лагерей для мигрантов, и как обстоят дела с выполнением принятой еще 13 июня 2012 года новой концепции миграционной политики? Об этом мы сегодня и будем говорить в программе «Парадокс». Здравствуйте, меня зовут Александр Векер. У нас в гостях председатель движения «Такжикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Здравствуйте, Карамат. Добрый день. Ну а нас также интересует и ваше мнение, господа слушатели. Вы поддерживаете жесткий мир властей по наведению порядка на столичных рынках или нет? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничке «Парадокс». Первый вопрос, Карамат, очень простой. Вот какая ваша позиция и ваше отношение к последним действиям власти? Ну вообще лагер, это лагер, должны быть пионерские все. И других лагерах по отношению граждан СНГ не может быть. Но дело не только в лагере, дело в как вообще поступает власть сейчас. Ну и вот они создали лагера, и это все противозаконно, поскольку, значит, если мы говорим сегодня... Юристы говорят, что наоборот, это законно. Почему нет? Мы можем содержать людей, которые нарушают медицинскую... Ну если они считают, потому что мнение общественных движений, общероссийских, так же, трудоиммигрантов, совпадает с международными фактами. Мы еще раз говорим, что человек, который попал на территорию, конкретно, мы будем говорить о республике Таджикистана, там большинство, соответственно, северокорейских. В России есть там ряд вопросов стратегических, чтобы побольше иметь отношение с северокорейскими, чтобы американскому надо злить в чем направлении. Они не любят северокорейские, чем южные. И там оказались как раз эти люди оттуда в большом количестве. Ну, я еще раз говорю, что лагерые, это такое пионерские. Власть рассчитывает, можно этим делом пугнуть, быстрее соберут свои чемоданы, и мигранты поедут себе на родину. Я хочу заверить, потому что ни один мигрант практически не собирается самостоятельно покинуть территорию нашего любимого государства в России. Причина всей местная, что там, где они родились, там, где они живут, их родственники родители, там практически нет рабочих мест. Они не могут обеспечить, да? Соответственно, да. Это нужда заставлять им выехать отсюда. Давайте послушаем Сергея, который к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, в общем-то, все совершенно верно, вот как говорят, только маленькие неточности. Да, может быть, слово лагерь плохое, но есть так называемые изоляторы временного содержания. Не думаю, что они лучше для людей, которые нарушили закон страны. Во всем мире признано и принято данных людей, которые нарушили то или иное положение въезда в страну, изолировать временно до выяснения. Поэтому я думаю, что лагерь это не самое плохое понимание в этом плане. А с чем связано, хорошо, как вы думаете, с чем тогда связаны столь масштабные зачистки, которые происходят по всей стране? Ну, простите, ну что значит столь масштабные зачистки? Все прекрасно понимают уровень коррупции, который охватил. Никто не против, против законного приезда мигрантов и мигрантов. Это нормальное явление в этой жизни. Но ведь, посмотрите, они действительно приезжают нелегально. Более того, те, кто их привозят, к сожалению, как собачонок бросают на улицы потом. Это же в корне неверно. Это преступление государственного масштаба. А мы вступаем в полемику и рассуждаем по поводу зачистки, не зачистки. Это не зачистка, это наведение порядка. Но если это не носит порядок компанищины, как это обычно в нашей стране. Спасибо, спасибо, Сергей. Ну, в принципе, это мнение Сергея с вашим совпадает. Ну, правильно дело, и правильно говорит, в чем дело, что есть коррупция. Вот, братец, сегодня я выехал к вам по юго-западному округу. По два-два с половиной месяца люди не получили патенты. Цена страшная, бешеная цена требует ФМС, при этом через посредников. Что у нас за посредников? Это создание при Управлении Федеральной Миграционной Службы профсоюз труда их мигрантов. Находится рядом наш Комитет государственной безопасности России. Какие бумаги должны получить мигранты? Ну, в том же патенты. Время, значит, легализация, получение, значит, разрешение на работу. И этих людей отправляют в Федеральную Миграционную Службу, Москва, в первую очередь, к профсоюзам труда их мигрантов. Ну, представьте, на территории другого государства, или сегодня, создать какие-то профсоюзов. Я против профсоюзов. Есть общественные организации, это национальные диаспоры, которые напрямую соблюдают или подчиняются законами России, проводятся через Министерство юстиции, проводят свои съезды, проводят свои конференции, отчеты и докладывают, соответственно, непосредственно кураторов при президенте России или при правительстве. То, что мы делаем сегодня, на сегодняшний день, у нас ежемесячно идут отчеты. Сколько людей были приняты, какое количество, значит, пропали без вести, столько нерадивных работодателей появились на территории России, сколько этих инвесторов из-за рубежа приехали благодаря трудных мигрантов. Сегодня ни один из чиновников не будет идти к тому, значит, метод работы облегчит положение мигрантов, поскольку, значит, невыгодно помочь мигранту, чтобы быстрее он узаконил свое место, пребывая на территории России. Но я здесь с вами несколько не соглашусь, потому что власти говорят о том, что, наоборот, нужно узаконить и легализовать мигрантов. Мигранты, согласен? Это же, по большому счету, экономическая составляющая, особенно поступление налогов, достаточно велика. Мы говорим-то, все у нас хорошо, вот десятки окошек открыто, сотни там, двери открыты, десятки там спецстолицы пришли. Но это же ложь, чушь абсолютно же. Почему? А вы, обратите внимание, езжайте на адрес Корничука, 47А, что создавшие вокруг там проходы, из трех сторон там сделаны решетки. Потом выдача этих временных талонов, так называемых, ты имеешь первый попасть к нам. И, в общем, все это делается на границе. Не надо делать внутри страны ничего. Ничего не надо. Если Москва там 12, 13 или 14 миллионов, 2 миллиона мигрантов, соответственно, они нужны в Москве сегодня. Они хотят узаконить свое пребывание, но мы не хотим сами же. Потому что прибывает человек, дает деньги, приходи завтра, приходи послезавтра, потом приходи вот так и не получайте. Он выходит буквально с порога двери ФМСов, ему деньги прилагают. Система нет, да, система не отработана. Здесь еще раз говорит, надо вмешательство лично господина Путина Медведова. Но я думаю, ни Медведова, ни Путина, ни до мигрантов. Страна слишком большая. Им там дело может быть до Сердюкова там, родственник там имеет почку в плане, доказать народу, что, видите, мы тоже их сажаем со временем. Там куча проблем связаны с академией, наукой, вы знаете, разбираются. Потом надо было тему закрыть, переходить на мигрантов. Вы знаете, что там происходит же. Другая Навального закрывает. Да, он совершил преступление, допустим, его надо как-то спасти, отправить, чтобы он сильный оппозиционер выйдет на выборы. И все говорят в одном, мигранти не нужны, да я с вами согласен, не нужны. Но вы это сделаете официально уже. Официально предъявите документы на господина Рахмонова, Карима там. Кого хотите вы, что ваши мигранти должны покинуть территорию. Они так ночью прийти с толпой ОМОН, одетыми масками, их дубинками, бить и увезти оттуда. А как суд нас решает? Вы обратили на суд? Я говорю, почему вы депортируете гражданин документы реально? А вы мне извините, мне предстоитель ФМС попросил. Вот слова ФМС, это по Московской области, у нас в Люблийский район. Ну мы вас услышали, но вот смотрите, мигрантами в Москве, это я цитирую. Совершается каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование, каждое третье грабежи и разбой. Об этом заявил прокурор Москвы в начале еще этого года. Не кажется ли вам, что именно из-за этого, из-за того, что большое количество преступлений совершено именно в Москве? В дуэль есть такая вещь, значит там люди, когда раньше, еще в 19-18 веке, ходили в дуэль, друг друга расстреляли. Мы же не в 18 веке живем, понимаете? Мы в 21 веке, почему тогда врат? За то, что врали, их в дуэль вгоняли. Будешь отвечать, соответственно, мы стреляем одновременно. Зачем прокурор Москвы верит в своих, может быть, в своих подчиненных? Я еще раз говорю, что мигранты совершают мизерные преступления, и то совершают... Если смотреть в масштабах страны, да, там меньше 2%, но если смотреть, допустим, в Москве и Московской области, то достаточно большое количество... Это внутренняя миграция больше совершает. Я еще говорю, что я не видел ни одного таджика, который совершал, брал нож, резал кого-то к горлу. Я собирал много голов, так называемые, расчленили наших граждан, и когда тело отправляли в Таджикистан, потом через два месяца отправили голову. И таких я не видел, что мигрант совершал. Совершает наш славянский брат, внешний вид. Еще они тоже не славяне. Это посты, и люди хотят расчленить государство нашей России любимого. Это нельзя допускать. Мигранты практически совершают преступления, но их толкает работодатель. К тому прочему, вызывает суда, вам работа обеспечена, два месяца платит, потом аванси, а практически, потом копейки не заплатит, вызывает ФМС. Мы же обращаемся на с кучей писем, мы же ничего-то с неба-то не берем же. Телефон в студии 65 10 99 и 6, код города 495, звоните, задавайте свои вопросы. Мы сегодня говорим о мигрантах. Встретимся через несколько минут. Жесткие меры властей в отношении мигрантов. Вы за или против? Именно эту тему мы сегодня обсуждаем с нашим гостем, председателем движения «Таджикские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Ну вот, Карамат, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем Олега. Олег, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, что вы хотели сказать по этому поводу? Хотел сказать, что жесткие меры, в принципе, они нужны, но они нужны, когда все это находится в стадии хаоса. А у нас есть хаос в этом направлении? Да, с мигрантами полный хаос. То есть они приезжают, я понимаю, что они приезжают сюда зарабатывать деньги, приезжают, выходят из поезда, и куда им идти? Там один, одного позвал брат, другого там слад, и всю семью в итоге там какое-то работоспособное население переезжает сюда. Ну, видите, власти все-таки пытаются решить каким-то образом эту проблему. То есть приехал мигрант, он должен зарегистрироваться, получить разрешение на работу. Да, 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 это все понятно. Вот я являюсь таким мелким предпринимателем, ну, как бы работодателем, да, и с удовольствием выбрал мигрантов, потому что среди них есть тоже специалисты, хорошего уровня, хорошего, как бы, качества, ну, соответственно... А, вам закон это не запрещает? Закон как раз мне не запрещает, но он и не разрешает. Чтобы оформить мигранта на работу, это мне надо пройти кучу инстанций, заплатить кучу денег и потратить кучу времени. Абсолютно. Вот, решение, в принципе, простое, то есть вот все мигранты, да, которые приезжают сюда, они приезжают сюда на работу. То есть, соответственно, должна быть какая-то заявка от работодателя, чтобы мигрант приезжал именно вот к работодателю на конкретное место работы. У вас есть вопрос к нашему гостю? Вопросов к гостю нет, потому что, как бы... Но мы вас услышали, я так понимаю, что вы бы хотели пользоваться услугами мигрантов? Да, я очень... Потому что это дешевле? Это дешевле, да? Не в этом плане дешевле. Хорошие специалисты, они, извините, тоже там не за гроши работают. Ну да. Спасибо, спасибо, Олег, большое за звонок. 65 10 99 и 6, код города 495. Хромат, что вы скажете по этому поводу? Абсолютно. По поводу трудовых мигрантов, которые приезжают, пытаются организоваться? Мы создали уполномочения и в системе, значит, в законодательстве, так говорим, значит, тюремни, которые находятся в положении наших, ну и граждан отбывают наказание. Создали по отношению к предпринимателям недавно, те же уполномочения, которые их права дали защищать. Он же видит, что он хороший, соответственно, малый предприниматель. Он может делать очень много для России. Он хочет этих иностранных граждан, тем более он знает, что среди них есть хорошие специалисты. А как он должен? Он никак у него не получится, потому что только за один квот он должен бегать всю страну, потом прийти, в коричневый метод вытаскивать свой кошелок, оттуда деньги отдать. И он также является одним из соучастников совершения того или иного преступления, потому что он деньги дает в большом количестве, чтобы получить разрешение на работу для своих рабочих. Дайте человеку поможем. Нормальный человек, хороший, он хочет работать, тем более берет иностранных граждан. Обратите внимание на него. Почему иностранных берет? Потому что сегодня, смотрите, даже олигархи наши, я знаю тоже олигархи, это практически 90, не скажу, но 85 точно процентов мелких таких миллионеров, российских миллион, имеешь больше. Это не олигархи. Ну, считай, пускай для деревни там хорошо, это миллионер, он миллионер, десятка миллионов у него. Он держит именно иностранные семьи, потому что это преданные люди. Семья там, муж, даже ребенок есть. Ну, дети не учатся, соответственно, в школе, за хозяйством ухаживают. Все остальное. Ну, за миллиардерами, за их родителями тоже ухаживают наши его девчонки, я смотрю. Они нужны, значит, сегодня. Когда у нас деньги, мы не можем свою жену заставить, что ухаживал за нашей мамой. Она тоже мама для моей супруги. Но она отказывается. Давай нанимаем, говорит, хорошую девушку из Таджикистана, медсестра там есть, врач есть. Вот сегодняшняя Россия, значит, невозможно приставить, хотя бы не для того, чтобы поднимать производительность, а чтобы наши родители, когда они стареют, чтобы их не бросить, дом стареют, а оставить с таджиками. Они за них будут ухаживать. Так у них принято. Это ислам. Давайте послушаем Алексея. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ваш комментарий или ваш вопрос? Вы знаете, я бы хотел сказать, что я, в принципе, согласен с обоими сторонами, с сторонами, выступавшими по телефону и с уважаемым гостем. Спасибо. Ну, я работаю в северостроительстве, я работаю прорабом, да, уже 10 лет в Москве. Сам тоже перебрался из России, как бы, ну, уже осел здесь в Москве и собирались дальше. И для своей работы я частенько встречался с мигрантами, да. На мой взгляд, самая большая проблема в миграции, это то, что мигранты приезжают со своей культурой, со своим уставом в чужое государство и пытаются жить вот с этим уставом. Да, это очень большая ошибка, да, об этом, это отдельный разговор. Если бы наше государство как-то отрегулировало и помогало, вот, в данный момент, например, у нас в нашей компании, преимущественно работают Чуваши и Марицы. Вот. Тоже очень трудолюбивый народ, очень-очень, как бы, нареканий вообще нет. Молодые люди, вот, нынешнего поколения, да, они категорично относятся и к алкоголю, и к сигаретам, да, как бы, и, вроде как бы, очень здраво на это смотрят. Понятно. То есть очень приятно. Вот если бы наше государство поддерживало все-таки вот эти малые народы, то, я думаю, процентов 50 мигрантов нам, скорее всего, может быть, и не нужны были бы. В принципе, тенденция такая уже на сегодняшний день есть. Говорят о том, что квоты снижаются, и даже поток мигрантов снижается в Россию. Спасибо, Алексей. Но вот Алексей затронул очень важную тему, на мой взгляд. Это культурное, да, взаимодействие мигрантов и россиян. Раз уж вы приехали в нашу страну, но нужно жить по этим законам и чтить, и соблюдать те правила, которые есть в нашей стране. Об этом очень многие говорят, а сейчас получается так, и об этом также россияне, и россиян это возмущает, что приезжие мигранты, ну, как бы толерантно это сказать, ведут себя недостаточно корректно. Они приезжают со своим самоваром, понимаете, в наш дом, со своими устоями и правилами. Это неправильно. Наверняка вы слышали эту историю, которая произошла в Австралии. Единственный премьер-министр, по-моему, во всем мире, который открыто, прямо сказал, что господа мигранты, раз уж вы приехали в нашу страну, уважайте наш народ, уважайте наши правила. Это сказал премьер-министр? Премьер-министр, открыто. Господин Медведов? Нет, премьер-министр Австралии. А, ну да. Был жуткий скандал, потому что, на самом деле, политики прямо так не говорят никогда. Он очень жестко высказался по этому поводу, если я найду сейчас какие-то... Он неправ, он неправ. Почему? Почему? Обратите внимание, для... Мигрантов приезжают... На уровне премьер-министра такие вещи, когда достаточно есть другие НПО, можно через них довести, есть средства массовой информации, с других УСК довести надо. Мигранты, на самом деле, приезжают, мы тоже живем в России, вот я живу в России, да, у меня гражданство, у меня живу в доме, там практически через каждый... Ну, подъезд, там, может быть, десятки квартир уже живут мигранты, а в основном, это китайцы живут. У них сейчас, посмотрите, вот, рождаемость очень... Потому что там рожат, тяжело, там, одного, там, здесь по два, по три рожат китайцы. Они больше в Китай не возвращаться не будут. Таджики будут возвращаться на родину. Да, да, да. Вот этот самовар мне напоминает, понимаете, что я не делаю, да? Я сейчас говорю, это решается на уровень стран, которые сегодня мы говорим, есть СНГ, это есть саммит. Вот, не надо идти в восьмерку, двадцатку. Сегодня господин Путин, полноправленный человек, избран государством, народом России, он не имеет права такие вопросы ставить. Ребята, будем брать именно по категориям, по качеству ваших граждан. При этом мы их обманывать не будем. При этом мы будем платить в свое время заработной платы. Если мы создаем лагера на территории России, то помимо вашего мигранта, который прибыл грамотный, умный, нарушение со стороны судья, прокурора ФМС и работодателя, они все будут жить в одном лагере. Вот тогда начинается появляться у людей совесть, ответственность появляется. Но они едут. Мы же знаем практически все мигрантов, которые приезжают. Это деревни, это глубинка Таджикистана. В большинстве приезжают большие города, то есть в Санкт-Петербурге, в Москву. Они приезжают именно оттуда, из Таджикистана. Там нет, там люди просто, еще раз говорю, что там проблема с продуктами, там проблема с существовать сегодня человека, просто 2-3 человека, уже невозможно. Выезжают сюда и границы открыты. Мы должны задуматься, как сделать, чтобы эти суммы, которые деньги тратятся на лагерах, лучше сделать хорошую у нас границу с Россией. Это невозможно, даже Советский Союз не может сделать, ну делайте, вот давайте границы сделайте, заранее объявляйте. А мы объявим нашим гражданам, что вот в 2015 году, помимо ваших загранпаспорта, через 3 месяца будут действовать вызовы режима. Вы приедете в Россию, и вы будете у вас со своим самоваром, своей культурой, но будете жить на тех строительных объектах, за которые за вас будут нести переводчики, национальные диаспоры, дипломатические, значит, соответственно, корпус у вас в Таджикистане, и узбекистане. Да, мы вас услышали, я понял. Все, в городе, в музей, пожалуйста, по воскресеньям, мы вас вводим. Давайте Лидию послушаем. Лидия, здравствуйте. Да, здравствуйте, Лидия. Да, конечно, надо уважать правила, как сказал австралийский премьер. Но первое правило все-таки, это соблюдать закон, культурные правила, культурные традиции. Ну, он имел в виду и закон так же. И вот здесь я что хочу сказать, что ужесточать наказание надо не по отношению к трудовой эмиграции, а по отношению к работодателю. Вот к ним надо ужесточать наказание взял нелегального эмигранта, вот и плати за это колоссальные штрафы. А теперь, что касается действительно важной проблемы, взять хорошую девочку, таджичку, ухаживать за старым человеком. Замечательно. Пусть это ваша хорошая девочка. И таких случаев очень много. Кому огороды копать, кому крыльцо ремонтировать на даче, кому за бабушкой ухаживать. Пожалуйста, пусть ваша девочка или ваш хороший мальчик зарегистрируется как индивидуальный предприниматель и платит налоги. А вы, как работодатель, вы же физическое лицо, становится работодателем. Оно должно проследить, платить такую зарплату, чтобы эта хорошая девочка могла снять хотя бы угол, а не жить в каких-нибудь подвалах. Понимаете? То есть первая задача – это перестать увеличивать число рабов к нашей стране. Это первая задача. И вот решать ее надо таким способом. Физические лица настаивают на оформлении индивидуального предпринимательства с этих нелегальных иммигрантов. И только после этого берут ухаживать за бабушкой, за дедушкой. А работодатель, юридическое лицо, строго наказывается, если у него нелегальные иммигранты. Государство не может строить жилье для иммигрантов. Не может обеспечивать их жильем. Понимаете? И вот чем меньше будет рабов, тем больше они будут присматриваться к нашим традициям, приучаться к ним, тем меньше они будут представлять собой криминальную среду. Ведь мы их делаем криминальными. Понятно. Мы принимающая сторона. Спасибо, спасибо, Лидия. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Мы сегодня обсуждаем жесткие меры властей России в отношении мигрантов. У нас в гостях представители движения «Таджжевские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Телефон в студии 65 10 99 6, код города 40 95. Вы также можете оставлять свои пояснения, желания, вопросы на страничке в интернете финам.фм, программа «Парадокс». Вот я, кстати, нашел высказывание, прямую речь даже австралийского премьер-министра Кевина Рада. Вот он говорит, иммигранты, а не австралийцы, должны адаптироваться. Примите это или не принимайте. Я уже устал от этой нации, волнующейся, что мы обижаем отдельных людей или их культуру. После туристических атак на Бали мы испытали перенапряжение патриотизма большинства австралийцев. Наша нация развивалась в течение двух столетий борьбы, испытаний, побед миллионов мужчин и женщин, искавших свободу. В основном мы говорим по-английски, не по-испански, не по-ливански, не по-арабски, не по-китайски, не по-японски, не по-русски или ни на каком-то еще языке. Большинство австралийцев верит в Бога. Это не какой-то политический импульс правового христианского крыла, а факт, потому что христиане в основном... У меня, к сожалению, пропало сейчас. Но, тем не менее, понятно, да, о чем говорит сейчас и говорил, вернее, ранее премьер-министр Австралии. Его за это очень сильно критиковали. Да, он утверждает, он говорит, вот я еще нашел, это наша страна, наша земля и наш образ жизни, и мы предоставляем вам возможность пользоваться всем этим. Но если вы начали жаловаться, плакать, и вам причиняют колики наш флаг, наши обеты, наши христианские верования или наш образ жизни, я в высшей степени поддерживаю вашу возможность воспользоваться преимуществом еще одной великой австралийской свободы, правом уехать. Понимаете? Это говорит премьер-министр Австралии. Он пошел на этот шаг. Скандал неимоверный. А он не был разве предвыборной кампании, господина премьера? Тогда это все бы высказал. Другая страна... Вы считаете, что это неправильно он сказал? А как вы думаете, почему тогда в мире мы говорим, где мигранты? В Америке, в России, в Германии, в Франции, сейчас Польша, Италия там немножко, и в Австралии. А что вы думаете, нет мигрантов в Китае, что ли? Нет, я говорю о том, что если человек приезжает в другую страну, у него... Во-первых, минус этого примера к тому, что он, как я говорил, у нас язык английский. А как австрийского еще языка не было у нас никого? Он не обидел этим своим действиям, своих предков? Нет, у них английский официальный язык. Ну, если английский, тогда надо гордиться, что в России есть русский, а в Таджикистане есть таджийский, персидский язык. Правильно, но если мигрант приезжает в чужую страну, он должен, а, знать язык, адаптироваться, жить по закону, соблюдать, но не устанавливать свои правила на улице. Я считаю, что те люди, которые сегодня приезжают в Россию, первоначальнее беда в их собственном государстве. Нет, это мы понимаем. Поэтому австрийскому тоже потом будут просить, приезжайте к нам, говорите хоть на языке, там курятники как раздевают. Ну, со временем все будут на местах, потому что сегодняшний демократический, в принципе, развал советского государства нам говорит о том, что руководители этих государств, где основная поставка идет мигранты, не думают, что эти мигранты в любое время могли возвращаться назад. И никакая армия, которая благодаря России помогает им вооружаться, не поможет сохранить свои посты у себя дома. Мы должны создавать рабочие места в Таджикистане однозначно. И не позднее года 2-3 максимум люди должны возвращаться на родину. Это все то, что происходит сегодня в России. Это оскорбит нечасто, в первую очередь, в адрес тех людей, которые получили гражданство, в том числе и я. Нельзя так оскорблять людей, нельзя так показывать все то, что, смотрите, в этом болоте валяются таджики или курятники. Вы посмотрите, ходите вокруг ресторанов, откуда столько бомжей у нас, что с вокзалами у нас творится, что это не видит мигрант, тоже сами видят. Другая страна, надо жить нам дружно в этой стране, пора жить. И надо правильно определиться нам, есть министерство труда, центры занятий, есть другие министерства по экономическому развитию у нас. Но решайте, сколько вам мигранты нужны. Я всегда говорю и буду повторять, что сколько я не был бы председателем, и сегодня я, наоборот, сторонник российского нашего общества. Но сегодня опасность для российского общества, народу России опасность от мигрантов. Но сегодня простые мигранты также нуждаются в помощь властей. Их же также уничтожают собственные граждане. Это организованные преступные группы создано. Мы против это все, но надо реально взять за рычаги. Пока это сидят, думают, когда у нас взрыв будет. Карамат, я вас услышал, давайте послушаем нашего слушателя. Нерсет, здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Я, извиняюсь, что с половины как бы включился, ну так получилось. Я первую часть не услышал. Вот один маленький вопрос, но за этим вопросом, по-моему, скрывается огромная тяжелая мысль. Один гражданин России, дагестанец, на рынке ударил другому гражданину и разбил голову полицейскому. Да, вы говорите про ситуацию, которая была на Матвейском рынке. После этого началась эта истерия. Правда, до этого тоже нагнеталась ситуация. Уголовщина увеличивается за счет мигрантов. Но никто никогда не говорил. А среди этих мигрантов кто внутренние мигранты? Кто из других близлежащих республик? Большинство, я уверен, что большинство вот этих мигрантов, это выходцы из Северного Кавказа. Им дали возможности обосноваться в Москве. Они себя здесь вольготно чувствуют. Мерсет, а вы гражданин России? Я гражданин России. Но вы откуда приехали? Я армянин по национальности. Я приехал давно. Я учился в Москве в советские времена и остался, и, в общем, давно живу в Москве. Ну, понимаете, вы говорите по-русски, да? Соблюдаете все правила, обычаи российского народа? То, что язык должны знать, это необсуждаемый вопрос, потому что жить в другой стране... Но к нам многие мигранты приезжают, не знают языка. А почему приезжают, не зная языка? Потому что это выгодно некоторым организациям силовым России, которые на этом наживаются. То есть вы считаете, что коррупционная составляющая здесь одна из основных? Громаднейшая. Громаднейшая. И давайте, вообще-то, обо всем говорить немножко честно и правдиво. Ну, а в чем мы нечестно говорим? По-моему, честно говорим. Нет, не вы говорите. Я очень уважаю вашу радиостанцию, всегда стараюсь слушать. Руководители страны, если стране не нужны рабочие руки, эти мигранты никогда здесь не появятся. Нет, наши с вами власти говорят о другом, о том, что нам нужны рабочие руки, но высококвалифицированные. А если приезжает мигрант, да, неквалифицированный, то это уже квота, совершенно другая. Вот о чем идет речь. Другое дело, что нет системы, правильно? Не отработанная система. Как человек может приехать в страну? Как он может легально зарегистрироваться? Вот, Карамат-то как раз-то об этом говорил, о том, что необходимо систему улучшить. Да, у меня были некоторые мысли. Я поделился, скажем, со знакомыми, которые связаны, ну, с армянской диаспорой. Но здесь палка о двух концах. И страны своими действиями, наши, ну, та же самая, Армения, Среднеазиатские, содействуют тому, чтобы народ там оттуда убегал. Невозможно жить. Они убегают от нищеты. Но официально никто это, как бы, не признает. И здесь официально не признают, что, в общем-то, эти люди нам нужны. И люди оказываются под двойным прессом. Там официально не разрешают, официально не принимают. Но всем это выгодно. И там выгодно, потому что они не могут кормить, не хотят кормить даже. Понятно. Нерсет, спасибо вам большое за то, что дозвонились и дождались. Спасибо. 65 10 99 6, код города 495. Опять звоните, задавайте свои вопросы. У нас еще Аркадий. Давайте Аркадия тоже выслушаем сразу. Аркадий. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот вы говорите о жестких мерах властей по отношению к мигрантам. Ну, по крайней мере, так создается впечатление. Об этом пишут в прессе. Поэтому мы хотели бы понять, насколько эти меры действительно жесткие. Насколько они влияют на экономику и влияют ли вообще. А может, нас просто обманывают. Ну, я думаю, что нужно говорить о жестких мерах относительно самих властей. То есть, кто предпримет эти жесткие меры относительно, ну, кто на них сможет повлиять. Еще раз. Я чуть не понял, что вы имеете в виду. Причины возникновения этой ситуации с мигрантами, которая сейчас существует у нас. Вы хотите сказать, что... Сами власти. То есть, политическая. Конечно. То есть, вы склоняетесь к небольшому числу наблюдателей, которые связывают все эти, так называемые, зачистки с выборами, да? Ну, может быть, это не чисто выборы. Но то, что это связано с коррупцией, причем повальной, это точно. Тогда что в этом плохого, если идет борьба с коррупцией? Это не борьба с коррупцией. А с чем? Это борьба с последствиями этой коррупции. А. Нужно бороться с причиной. Ага. Ну, а как вы предлагаете бороться с причиной? Нужно отрабатывать систему воздействия на нашу власть. Ну, она есть, вроде бы. Можем писать. Через кого это делается? Можем писать. Можем через интернет написать запрос, если нам что-то не нравится. Вы можете пожаловаться, можете обратиться в милицию. И какой будет ответ? Ну, они должны отреагировать, причем выговоренные в законном сроке. А как их принудить реагировать? Ну, если они на ваш запрос не ответили, вы можете обратиться в суд. Ну, это все равно, что послать куда подальше. То есть, вы не верите в систему? У нас к суду известные отношения. Понятно. Но в чем ваш вопрос все-таки? Поменять просто систему и все? У меня не вопрос. У меня замечание по поводу постановки вопроса. То есть, нужно жесткие меры... По отношению к властям. Контролировать их более жестко. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. 65 1099 и 6. Код города 495. Звоните. Есть такая фраза, Коронат. Я бы хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Мигранты – двигатели экономики США. Но тормоз для России. Ну, мы говорим, более цивилизованные направления сегодня держат США. И они сделали хорошие миграционные концепции, так называемые, что мексиканцы приезжают туда. И они все-таки могут обращаться даже в суд. Там не только мексиканцы, там очень много людей. Практически и наши россияне там тоже есть, и таджики тоже, соответственно. Поэтому, на самом деле, сегодняшнюю Россию, я повторял неоднократно, надо все делать, как сегодняшний хаос, поможет нам быстрее построить Россию. Обратите внимание, за 20 лет построено, даже не построено столько, даже вокруг Москвы, кольцо, Московский област, не было построено за 70 лет Советского Союза. Это благодаря труду иммигрантов сразу. Многие, конечно, обижены, и многие уехали, и многие еще остаются, ищут свои деньги. Практически 90% не буду говорить, но 50% на 50, работали люди бесплатно или за мизерные деньги. Потому что их обманули. Выгодно, да. Об этом знает США, знает все, и знает европейский человек, чтобы все эти люди приезжали в Россию. Обратите внимание, что за квота, миллион чем-то, там 100 тысяч. Миллион семьсот в прошлом году. Это все задуманное механизм, что это миллион семьсот должен принести нам деньги в кассу, плюс того, к посредникам, а на дна, в нескольких министров. А при этом будет 15 миллионов гулять по России. Давайте еще послушаем Нину, которая к нам дозвонилась. Нина, здравствуйте. Добрый день. Да. Мне хотелось бы вашему гостю задать вопрос. Да, пожалуйста. Только не говорите, что во время войны там приезжали к вам и все такое прочее. Давайте это оставим на те времена. А сейчас. Вся эта история мне напоминает таджики в узбеке. Это крыши, которые убегают с тонущего корабля. Вот вам, мужчинам-то, не хочется сделать свое жизнь там, где вы родились. Есть же такая пословица. Пригодился там, где родился. А вы все... Вот вы знаете последнее выступление Каримова? Что он сказал? Он сказал, что все вот эти, кто здесь работает, это лентяи, которые ищут плюские заработки. Лентяи, те, которые уехали, да? Уехали в Россию. Не перебивайте, пожалуйста. Это ваша страна. Вы лучше делайте там, все силы прилагайте, чтобы там у вас на месте сделали достойную жизнь вашим же, вашим же соотечественникам. Понятно. Вы тоже фонд свой, вы возглавляете, вы здесь рассказываете сказки. Спасибо. А все равно караван идет. И все равно ваши люди здесь рабы, рабы. Спасибо, Нина. Услышимся буквально через месяц минут. Мы сегодня обсуждаем жесткие меры властей России в отношении мигрантов. По крайней мере, так мы ставим этот вопрос. Ну, у нас сегодня в студии представитель движения «Ташистские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Я бы хотел, чтобы Карамат все-таки отреагировал на мнение Нины, которая высказалась до перерыва. Довольно-таки жестко. Она считает, что все приезжие мигранты, особенно мужчины, должны строить жизнь нормальную, трудовую у себя на родине. Дорогая Нина, вот, обращаю, скорее всего, вы слушаете нам сейчас, что с 17-го года, последующий, 24-й год, государство Таджикистана не является суверенными. Первоначально, знаете прекрасно, что Николай император, тогда захватил час Мадахшана, там же есть флаг Российской империи. В последующие 17-е годы, 24-е годы, образование автономной республики в составе Советского государства, опять у нас не было суверенитета. В последующем, в 91-м году, мы думали, что все Россия, славянский, значит, Украина, Белоруссия, собрались и решили с господином покойным, значит, Борисом Николаевичем, все у нас суверенитет. Но в 91-м году, в 91-м году, уже в конце года, было объявлено, что ребята, вы не суверенные государства. У нас открытые границы, создался СНГ, стран, со СНГ, со СНГ, с независимым государством. И по сегодняшний день, это все на бумаге, я вам говорю, потому что есть другие рычаги. Вроде, когда приезжает президент, то есть выбираем мы президента, выбираем премьер-министра, приходит в кабинет. И кабинет имеет право диктовать президента. Пример с такими условиями, то даже другие меры не предпримешь. Поэтому сегодняшний Таджикистан не зависит от вашего, значит, пожелания. Выход за определенный его там, то есть за короткое время их граждан Таджикистана, это невозможно. Потому что Россия хочет, чтобы сегодня имел там свои, значит, и сохранить свои стратегические интересы. Это очень глобальный вопрос, вы знаете, что стратегические интересы, значит, это спасение российского народа. После Великой Отечественной войны, вы знаете, что не хотелось бы, что в сегодняшней войне конфликты прошли на территории российского государства. Поэтому сегодня я хочу сказать, что она как бы ни просила, что вот вы такие, значит, там, плохие или нехорошие, езжайте домой. Я уверен, что со временем, конечно, это будет. И не исключая другой вариант же, она и другие будут просить, что приезжайте к нам побольше, оставайтесь, потому что Россия пустует благодаря вас на следующий день. Послушаем Александр. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да, что вы хотели бы нам сказать? Я бы хотел высказаться по поводу, как говорят, миграции и по поводу мигрантов. У меня, в принципе, небольшая фирма строительная, и мне волей или неволей приходится пользоваться услугами иностранных гранжеров. В основном Таджикистан, Узбекистан. Вы делаете это легально? Да, я стараюсь делать легально. Но у меня, вот смотрите, что получается, государство старается переложить все вот эти тяготы по регистрации мигрантов на работодателя. Значит, у меня, в принципе, это вот какое предложение, не знаю, услышат его, не услышат. Есть созданы вот эти много структур государственных, которые вот это все контролируют. А неужели нельзя сделать, допустим, приезжают мигранты, ну, если мигранты приезжают для того, чтобы получить какую-то работу, устроиться на работу, приезжает мигрант, получает патент в тех же наших государственных органах, так, и приходит ко мне, допустим, я его беру на работу, значит, проверяю, что у него есть, допустим, патент или разрешение на работу. Я ему только предоставляю регистрацию. И он, пожалуйста, работает. Но сейчас патенты так и выдаются, по-моему. Нет, так понимаете, там создана такая структура. Дается по уместной регистрации патент. Создана такая структура, что это получается... Это уже не работодатель. Что? Патент выдается гражданам, которые работают в частной структуре. Это значит дома, там особняки, как называют. Это я понимаю, но пусть, если он приезжает, пусть он скажет, что я буду работать, допустим, в частном секторе. Он получает патент. Он приходит в частный сектор уже с патентом. Да. А тот, кто его принимает, он ему обеспечивает регистрацию, проживание там, регистрацию. Если он собирается в государственном, то есть в какой-то коммерческой структуре работать, он получает разрешение на работу. Опять же, он приходит в эту организацию с разрешением на работу. Александр, вы не забываете, есть цифры конкретные. 4 миллиона патентов, это частный сектор, и миллион там 700 тысяч разрешения на работу. Мы говорим о 15-10 до 15 миллионов трудоеммигрантов из-за рубежа. Надо решать фактор правительства, чтобы сегодня, да, у нас необходимо 10 миллионов квота на разрешение на работу. Тогда цена, 2,5 тысячи, каждый гражданин при пересечении границы заплатит, уходит в биржу, биржа рассматривается, прозрачная должна быть биржа у нас в правительстве, квот, значит, есть вакант, да, вакант есть. Человек обратно идет к ним, подписывает договор о соглашении между работодателем. И вы уже берете его с регистрацией и с оплачиванием, значит, квитанции. Через месяц вы даете, значит, характеристик на тот человек, стоит его дальше продлить или нет. Александр, вы поддерживаете эту идею? Нет, смотрите, если я поддерживаю, я поддерживаю то, что это должно заниматься государство, понимаете. Это биржа государства. Получается, основная цель государства, вот, преследуется, это максимум, значит, получить, значит, вот, финансовую какую-то поддержку за счет вот этих мигрантов. То есть, с них, как бы, взять вот эту, те деньги, которые там недостают для бюджета. А это государство старается переложить сейчас на работодателя все это дело. У меня к вам очень простой вопрос. Дорого вам обходятся мигранты? Да, дорого. Получается, чтобы получить, допустим, разрешение на работу, это, получается, было почти 30 тысяч, сейчас еще больше. А почему вы тогда не берете россиян? А дело в том, что, понимаете, почему я не беру россиян? У меня и россияне работают. Но, во-первых, они работают много, если вот такие строительные специальности, которые там, допустим, монолитные работы какие-то, там, плотницкие работы, то, получается, они приходят до получки. Получили зарплату, и все. Его неделю нет, они пьют. Проблема есть. В чем проблема-то? Понятно. Я с удовольствием бы взял местных и не связывался, допустим, с иностранной рабочей силой, значит, если бы они у меня работали. Но их нет таких. Александр, вот. Понятно. Спасибо, Александр. Хорошо, значит. Скорее всего, в ближайшие 50 лет даже вот запрет курения ничего не помогает. Спердные напитки будут продаваться. Сегодняшняя молодежь практически до 23-го. Они спились, я вам сразу говорю, спились. Пиво продается везде. Значит, катастрофа с нашей нацией в России. Поэтому работодатели должны готовиться, чтобы просить руководство России побольше труда эмигрантов под решение за разрешение на работу. Поэтому я вас лично приглашаю и Нину, что 21-го в Москве в сентябре пройдет впервые форум народов Таджикистана, где там будут приглашены дипломатисты в корпусе, лидеры партии, предвыборные компании в Таджикистане, используя ваши радио. Спасибо огромное. Там, где первый пункт, надо нам решать положение прибывших из Таджикистана на территории других государств, в том числе России. Это должен в форум и отправить письмо на уровень руководителя государства Путина и Рахманова. И там определено количество. Поэтому я вас приглашаю, Александр, принимать участие. Но вот потребность в мигрантах, она все-таки сокращается сейчас в России или увеличивается, на наш взгляд? На сегодняшний день рождаемость в России, соответственно, если мы выйдем по масштабу работы, в России нуждаются трудных мигрантов. Ну сколько нужно мигрантов? Ну я думаю, порядка 30 миллионов. 30 миллионов человек? Да. Если хотим Россию видеть как державу, 30 миллионов, не меньше. Это люди, которые должны работать. Мы не говорим, что там пенсионеров. Населения не надо. Населения у нас достаточно, у нас 141 миллионов. Вот 30 миллионов должны с Дальнего Востока до границы Бреста, должны работать, строить Россию. Болот много, леса очень много. Они практически дороги надо делать. По 10-15 полос надо делать. Скоростные надо трассы создавать. Пускай делают. Для России-то, когда летаете, посмотрите. Особняки пускай строят. Если хотят, пускай останутся люди в России. Это было хорошо, если они останутся. Но я думаю, что климатические наши вопросы тоже проблемы для мигрантов. Они хотят поехать на родину. Мы же сами раз в год уезжаем в разных странах мира отдыхать. Почему в России не отдыхаем? Езжаем то в Турцию, то в других местах. Таджикистан должна стать страной туризмом. Но люди должны работать в России. Почему? Все россияне должны ехать в Таджикистан, отдохнуть. Отдых, хороший свежий воздух, горные места, холодная вода. Раем сразу в гору. И со временем это надо открываться. Создайте этот туристический район на земле, и к вам будут ехать люди. У вас будут рабочие места. В чем проблема? Нет, это будет со временем. А, со временем. А пока нужно поработать в России. Надо помочь Россию построить. Потому что Россия когда-то помогли Таджикистан построить. Различные инфраструктуры. Надо Россию построить. Забыли тогда, в Советском Союзе построить Россию. Кроме тяжелой промышленности, у нас легкой промышленности мало даже. Поэтому сегодняшние мигранты должны помогать Россию. Но при хорошей заработной плате, при нормальной соблюдении законов, при культуре России надо знать. Хотя бы раз в месяц, работодатель обязан отвезти трудового мигранта в музей. Бесплатно. Только ни за что там их зарплата. Культурную программу еще сделают. А почему бы и нет, если они в России строят. Но может быть. Может быть вы и правы. Может быть так оно когда-то и будет. Пока мы видим совершенно другую ситуацию. И еще одно, что убрать надо с пункта обязательно, чтобы любой кандидат, депутат на будущем в Госдуме, если он не уберет программу против мигранта, вот это непонятно. Пускай он говорит хорошие, значит, разборчивые программы развития России. И вот все программы у нас мигранты не нужны. Надо убрать. Если только произнес одно слово, кандидат, мигранты не нужны. Это потом пускай Госдума, которая избран народом. Ну я с вами тут не соглашусь. Когда речь идет о мигрантах, не все говорят, что мигранты нам не нужны. Нам не нужны плохие мигранты, те, которые нарушают наши законы. А что они предлагают российскому народу? А они предлагают навести порядок. А что иного? По крайней мере сейчас пытаются... Пункт известен. По крайней мере... Они уйдут. Кто уйдет? Мигранты уйдут со временем. Правильно, их депортируют, если они нарушили закон. Ну вы поймите, если я, господин Савянин, я хочу, чтобы здесь торговли, сети работали. Ну столько не будет граждан России, которые пять часов утром растат, и вам будут огурцы и помидоры предлагать. И как без этого все мы будем жить? Как будем подставлять? Как это будет база работать? Вы представляете, катастрофа будет. Кто-то свалки будет убираться с утра до вечера. Давайте подготовим людей. Поверьте мне, катастрофы не будет. Если будет порядок, катастрофы точно не будет. Мы сегодня говорили с председателем движения «Таксжистские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Затонули мы тему, которая была злободневной последней недели и продолжает оставаться такой. Это жесткие меры, которые сейчас предпринимают власти в отношении мигрантов. А может быть, они не жесткие, а просто наводится порядок. И приводится система в порядок. Дай Бог так и был. Спасибо вам за то, что вы, уважаемые слушатели, нам звонили. До встречи завтра. Спасибо вам.